Земная жизнь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина была недолгой, но она воспринимается нами как целая эпоха. Именно эпоху Пушкина в Симбирском крае демонстрирует новая выставка Государственного архива Ульяновской области. В 12 витринах экспозиции находятся документы 17-21 веков из более чем двух десятков архивных фондов. Некоторые экспонируются впервые. Не имея, конечно, подлинников поэта, потому что даже то, что и было связано с Пушкинами, в основном все в 20-е и 30-е годы изымалось в Центральные музеи. Тем более, что первым руководителем нашего Симбирского губархива был Михаил Дмитриевич Беляев, тот самый человек, который создал музей Пушкина на Мойке. Поэтому мы показываем именно эпоху Пушкина. В первой витрине показана карта за 1830 год с указанием больших столбовых дорог Симбирского края, по которым путешествовал Пушкин в 1833 году, собирая материал о Пугачевском восстании. В этой же витрине представлены документы, связанные с родственниками поэта. В своем известном стихотворении «Моя родословная» Александр Сергеевич писал «Упрямство дух нам всем подгадил, В родню свою неукротим, С Петром мой пращур не поладил, И был зато повешенным». Это он писал про стольника Федора Матвеевича Пушкина, который действительно был участником заговора против Петра и был казнен в 1697 году. Как рассказал архивист, от событий Петр I использовал для борьбы с заговорами. Для этого во все концы страны были разосланы грамоты об изменниках и об их казни. Такой документ в 1697 году попал и в Симбирск. На выставке архива он экспонируется лишь второй раз. На выставке есть много материалов о симбирском дворянском обществе начала 19-го столетия и в первую очередь о семействе Языковых, связанных с Пушкиным дружескими узами. Кроме того, можно увидеть документы князя Михаила Петровича Боротаева, генерала-майора Петра Никифоровича Ивашева, Кендиаковых, Давыдовых, Тургеневых и других. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.